7 апреля святейший патриарх московский в Сеаруси Кирилл совершил вечернюю и божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в честь одного из 12 главных православных праздников – Благовещения Пресвятой Богородицы. Дни спасения нашего главизна – благая или добрая весть о грядущем рождении Иисуса Христа, Сына Божьего и Спасителя мира, которую архангел Гавриил возвестил при чистой Деве Марии. В память об этом событии именно в этот день один раз в год в Благовещенском соборе Московского Кремля проходит патриаршная служба. После причастия архипастер совершил славление у иконы Благовещения Пресвятой Богородицы. По окончании богослужения предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с проповедью. Обычай существует на Благовещение выпускать птиц, которые жили в клетке. Вот это как раз символ того, о чем апостол Павел сегодня нам говорит. Птица, которая выходит из клетки и взмывается ввысь к небу, является символом подлинной свободы. Мы становимся свободными, когда мы к небу устремляемся, когда мы самих себя побеждаем. И тогда даже несвободные внешние обстоятельства жизни никогда не способны поработить нас, потому что ту свободу, о которой говорит апостол Павел, сам Господь нам принес. Мы прославляем сегодня имя Пречистой и Преблагословенной Царицы Небесной Девы Марии, через которую и обрели этот дар свободы в Господе Иисусе Христе. И почитаем ее выше всяких ангелов и архангелов святых, потому что то, что она сделала для всего мира, не сделал никто. Она была посредником между человеком и Богом. Через нее в мир пришел Сын Божий и Сын Человеческий, Господь наш Иисус Христос. Белых голубей со ступеней Благовещенского собора выпустил в небо из своих рук святейший владыка вместе с учащимися православной классической гимназией Радонеж. В этот день православные вспоминают святителя Тихона, патриарха московского и всея России, который представился ко Господу 7 апреля 1925 года и оставил неизгладимый след в истории Русской Православной Церкви своим мужественным исповедническим служением. Прославление святителя Тихона произошло на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви 9 октября 1989 года, в день апостола Иоанна Богослова, и многие видят в этом промысел Божий. Ведь он поистине взял на себя апостольский крест, а кормление православной церкви в очень сложное для России время, чтобы взойти на свою Голгофу и стать святым патриархом-мучеником. Праздник Благовещения в России отмечен еще одной датой. Это день представления святейшего патриарха Тихона. И когда мы произносим его имя, то маломальские знакомые с историей России XX века, и историей Русской Церкви, представляем себе его лик. Белый клобук, убеленные седины и брода, уже лицо пожилого человека, но удивительные глаза, из которых льется тепло, свет и печаль, глубокие скорби, растворенные радостью о Господе. И что мне более всего импонирует в личности святейшего патриарха, это сочетание задушевности, мягкости, такта, деликатности, застенчивости, немногословия, и вместе с тем огненной решимости и мужества, когда речь шла о защите Церкви, об обличении беззаконников, дорвавшихся до власти, о готовности не считаться с издержками и последствиями, когда речь шла о слове правды. И второе. Патриарх как-то задумчиво сказал, незадолго до своей кончины, «Нет такой силы ни на земле, ни на небе, которая бы заставила меня поступиться собственной совестью». И вот эти слова стоят дорогого, особенно в наше беззасечивое, циничное время двойственности, перевертышей, двойных стандартов, потому что думается, что знак качества христианской жизни это именно верность голосу совести, через который вещает Бог. Святитель Тихон последние годы своей жизни принимал народ в Донском монастыре, где он уединенно жил, и люди шли нескончаемым потоком, приезжая часто издалека или пешком преодолевая тысячи верст. И сейчас не ослабевает поток почитателей Патриарха Тихона. В этом году 7 апреля первый викарий Святейшего Патриарха Кирилла митрополит Истринский Арсений совершил молебен у честной раки и благословил всех притекающих и просящих помощи у святителя Тихона Патриарха Всероссийского. Илья Анисимов, Светлана Леонтьева, Татьяна Осипова, Телеканал Добро ТВ. Светлана Леонтьева, Телеканал Добро ТВ. Светлана Леонтьева, Телеканал Добро ТВ. Продолжение следует...